всем привет ребят сейчас я вам проведу небольшую можно сказать лекцию потому что как только у меня выводятся маленькие цыплята мне сразу люди задают вопросы чем я их пропаиваю и когда и от чего и там почему цыплята запоносили почему цыплята сопливят и в общем очень 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 много разных вопросов я вам сейчас покажу вот эти препараты которые я использую себя и вы не смотрите на название потому что название может быть очень много разных вот препарат толкокс этот кокцидиоза так фокусируйся фокусируйся вот толкокс два с половиной процента это препарат от кокцидиоза он масляный но при этом растворяется великолепно в воде я не знаю как они его так сделали это кокцидиоза и птичку от кокцидиоза обязательно пропаивать потому что при кокцидиозе птичка ну то есть у птички происходит истощение организма ослабливание то есть угнетение иммунитета птичка вялая опускает крыло у него жидкий кровянистый понос и птичка может просто пропасть я вам я вам всегда все рассказываю своими словами у меня нет никаких записей я вам просто говорю то чем пропаиваю свой молоднячок я на данный момент у меня две кучки птички если не считать бролеров и индюков я про маленьких про обычных цыплят они у меня одни живут там с утками вторые живут вот здесь в загончике где сидела веснушка и они у меня все пропаиваются примерно по одному и тому же графику но могут сдвигаться дни из-за моей загруженности просто например сегодня бывает даже просто вот чисто не хочу сегодня начинать там им пропаивать их от кокцидиоза там или витаминчик это все не принципиально то есть нет такого что вы сказали вот от кокцидиоза нужно пропаить на 17-20 день и вам надо обязательно пропаить на 17 если вы это сделаете на 21 то все птички хана на самом деле птичка кокцидии заражается гуляя на на улице на земле в земле находятся яйца кокцидии их там валом и очень много разновидностей так что моя птичка живет на не на земляном полу и она не так чтобы снов не могу сказать наступил на маленькую что она не заразиться кокцидии я могу на ногах принести там или просто с инвентарем или там у прошелся потом или ином помещению и не принесу нет этого не может быть то есть может быть такое что птичка даже находясь в клетках за будет обсеменена то есть яйцами кокцидии и заболеет поэтому просто сделайте небольших три пропойки по графику и не переживайте за птицу потому что ну то есть как бы предотвращение заболевания это лучше чем лечение потому что при том что вы посадите иммунитет птички вы еще и будете подсчитывать падеж потому что ну то есть понять что ваша птичка заражена кокцидии вам будет только видно с того момента когда у вас уже начнется кровянистый понос у птицы и когда уже начнется падеж так что да можно и тогда спасти определенную часть птицы но лучше это все предупредить у меня я вам показываю всегда как есть в прошлом году у меня да и позапрошлом несколько выводков даже тот который мне прислали в посылке вся все цыплята все заразились кокцидии и не все пропали хотя они были пропойны по графику понимаете тут я еще грешу на то возможно препарат был некачественный который я купил но я не смог бы его проверить потому что я его использовал или они заразились после того как я уже их пропаил понимаете миллион разных причин но все равно я из года в год делаю пропойки и еще пропаиваю птичку от глистов я пропаиваю птичку вот левыми золом он разбавляется один или то есть 4 миллилитра на литр воды пропаивается птицами уже после месяца там когда вам будет удобно ну вот так вот это препарат от лесных инвази который можно использовать внутримышечно для животных и перорально то есть с водой для птицы тут все написано я вам не буду говорить дозировки хотя я вам уже сказал тут все есть в инструкции вот смотрите препарат используют в дозах в рх овцы козы свиньи собаки коты это внутримышечно а птица три дня подряд перорально в из расчета 1 миллилитр на 250 грамм питьевой воды то есть как бы пропаиваем птичку но это будет делаться потом в начале первым делом что я делаю это вот здесь у них стоит глюкоза то есть это обычный вот такой препарат из обычной аптеки стоит вот смотрите 58 гривен это 150 рублей здесь 10 ампул по 5 миллилитров по 10 миллилитров на литру я добавляю 5 миллилитров глюкозы вот первая водичка которую они пьют это водичка с глюкозой это как бы ну немножко повысить в общем иммунитет птички как бы дать силы что птичка потом развивалась нормально это вот то что я поставил вчера сейчас я эту воду солью налью вот новой воды и в эту воду я добавлю вот этот антибиотик то есть смотрите я вам уже рассказывал что энрофлексин есть 5 процентный для инъекций вот видите для инъекций это тот который я колю поросятам от поноса я вам уже много раз рассказывал он колется один раз в сутки это очень удобно потому что есть препараты даже даже есть такие ну то есть препараты которые поросятам нужно давать утром и вечером это намного хуже потому что это два раза нужно нервировать свинюшек лучше я вот его использую и есть амоксицелин который тоже и колю и свиноматкам и поросятам но сейчас я вам показываю энрофлексин не для того чтобы рассказать что я делаю свиноматкам а чтобы вы поняли что вот есть энрофлексин к 5 процентный это для инъекций а вот есть энрофлексин к 10 процентный это для орального засну то есть применение это как раз для пропойки птицы тут вот и есть и дозировки смотрите 2 миллилитра этого препарата на 1 литр то есть наоборот 1 миллилитр на 2 литра воды извините пожалуйста не слушайте меня потому что я я вам говорю от себя все смотрите читайте в инструкции 1 миллилитр на 2 литра воды то есть я сейчас вот в литровую поилочку буду набирать пол кубика препарата и давать то есть потому что сейчас я вам подорассказываю вы меня не слушайте вы просто запоминаете препараты а все используете по инструкции антибиотиком пропаиваем 35 дней здоровую птичку хватит пропаивать три дня то есть они три дня пьют воду только с антибиотиком не так что в одной поилке стоит антибиотика второй поилки чистая вода нет только по пропаиваем с антибиотиком пропаили пять дней ну три дня здоровую птичку пропаиваем три дня вот этим препаратом и потом делаем парочку дней перерыва и даем витамины витамин у меня раньше я давал чектоник но мне кажется я не утверждаю но я предполагаю что от чектоника у моей птички начинался понос и поэтому чектоник я больше не использую для маленьких птенчиков сейчас я вот купил такой ольга вид я его колю и свинкам и вот здесь в инструкции тоже все написано один миллилитр на 10 литров питьевой воды то есть дозировка очень мизерная поэтому если вы разбавите сильно крепкий то это будет нехорошо вот один миллилитр на 10 литров питьевой воды как бы вам нужно его набирать или инсулиновым шпырцом или проблемы не будет если вы разбавите на ведро воды и пропаите свою взрослую птичку тоже препаратом с витамином это будет только вам в плюс так что вот так витаминкой тут пропаивать тоже все по инструкции но примерно один раз в неделю вот видите и один раз на месяц в профилактических дозах это если ну то есть если птичка у вас видно что истощена то есть вам нужно пропавить ее раз в неделю а если просто в профилактических целях ну я пропаиваю вот таким растворчиком где-то их пять дней понимаете то есть это просто смотрю на само состояние птички здоровая птичка ни в чем не нуждаются но как только птичка заболела то это это просто проблемы на проблемах и вы знаете хватайтесь за голову и думаете что я сделал не так их деля это сделал не так после того как вы пропаили антибиотиком и витамином ждете после того как пропаили антибиотиком и витамином ждете когда птичке исполнится семнадцать тире двадцать дней в это время вам нужно будет пропаить толкоксом толкокс это препарат от кокцидиоза я вам в начале ролика об этом говорил есть аналоги то есть очень много разных препаратов есть байкокс есть салекокс есть стоп кокцид и очень-очень много других я вам сказал те которые знаю я которые я пользовался сейчас я использую вот этот толкокс он пропаивается птичкой два дня даже написано один два дня то есть пропаите два дня один миллилитр на литр воды то есть если у вас квочка с цыплятами то то вам нужно просто два миллилитра понимаете на первый день литр и на второй они больше и не выпьют так что вот так смотрите если ваша птичка уже чем-то заболела вы ее вылечили то есть она может заболеть и вот глисты и могут быть вы пролечили от глистов например они там препоносили какая-то заболевание у них инфекционное вы пропаили антибиотиком или например у них кокцидиоз то есть вы пропаили вот от кокцидиоза потом у вас птичка ослаблена вам можно и опять дать витаминчик а можно дать вот такой препарат у меня витазал есть катазал то есть катазал дороже стоит в два раза дороже но все пир говорят что он качественней так что это уже решать вам возможно в вашей аптеке есть небольшие дозировки я беру в постоянно сотками потому что он у меня расходуется очень быстро колю его и свиньям и телятом колол и цыплятам вот разбавляю это иммуностимулятор вот так ребятки вот тут даже на нем написано где-то на нем написано в общем это иммуностимулятор повышает обмен веществ улучшает в общем самочувствие вашей птички и ваших животных то есть как бы тоже разбавляете все по инструкции инструкция есть внутри я вам сейчас не вспомню потому что я не помню когда я его давал последний раз куром но я знаю что в инструкции дай вам сейчас покажу в инструкции есть для орального применения сейчас вот покажу вот птицы препарат используют из питьевой водой из расчета цыплята 0,3 миллилитра на птенца в возрасте 15-19 и 27-31 день видите бройлер и куринь и сушки 2-3 миллилитра на литр на литр питьевой воды срок срок как сказать использование раствора препарату в воде 24 часа это я веду к тому что все препараты даже антибиотик которые вы разбавляете в воде вам нужно ежедневно менять то есть как бы смотрите я вчера при вас поставил им вот такую поилочку они выпили но 150 грамм потому что цыплятки маленькие курочка много тоже не пьет и в общем вот так можно еще использовать вот такой препарат единол вы видели я его и курам давал если мои куры начинали чихать и тоже ходили вот такие с потемневшими гребешками я им в воду разбавлял единол я воду им давал антибиотики я вам тоже показывал и вот еще у меня было очень ну не скажу что прям много но где-то раз в год я делаю вот такую обработку парами йода однохлористого набираете все по инструкции там написано сколько миллилитров на один кубометр ну то есть помещение не квадратный метр пола потому что помещения бывают разной высоты а именно на кубометр помещений если например у вас помещение 3 на 3 высота 2 метра это у вас получается 12 квадратных нет кубических метров помещения здесь по инструкции инструкцию вам дадут когда вы будете покупать препарат или вы можете ее посмотреть в интернете и используется однохлористый йод для обработки парами от разных микроорганизмов в присутствии птицы можно без присутствии птицы обработать помещение от вредных каких-то этих но можно и в присутствии птицы и животных то есть как бы выделяются пары птица дышит и ну то есть как бы проходит такое небольшое лечение парами потому что когда в однохлористый идет бросаешь алюминий а в него нужно бросить куски алюминия там все в инструкции написано сколько я бросал проволоку алюминиевую начинает входить в реакцию и у нас начинает ну то есть выделяться вот этот лечебный пар или дым как его правильно назвать вот так я вас не уморил ребят давайте давайте заменим поилочку добавь дадим цепам антибиотик поилочку еще раз повторюсь что менять буду каждый день вот сейчас эту воду солью вот сюда нальем свеженькой вода не кипяченая для антибиотика кипятить воду не нужно вот так на литр я добавлю полмиллилитра энеррофлексина 10% вот этого и шприц вот так все вот так и так три дня по самочувствию птицы смотрим потому что бывает знаете бывает сразу купите цыплят чем-то зараженных на рынке вы даже не будете знать чем они заражены потому что придете они вялые они у вас чахнут они у вас поносят у них залипают перышки возле клоаки и они у вас пропадают то таких нужно пропаивать 5 дней при этом можно делать одновременно смесь давать витамин и антибиотик мне не надо я сделаю все правильно вот так да ребятня а ну ты покажешь нам где-то курочка вставай вставай у нее 16 цыплят вставай 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 покажи сколько их вот так они все активненькие ровненькие мама их учит кушать вот эти все пропойки ребят не гарантирует вам что все равно все цыплята выживут но это все равно вам дает какое-то спокойствие вот этот препарат стоит нет это для инъекций вот этот препарат стоит 100 гривен я вам рассказывал то есть как бы смотрите вам его хватит на очень много то есть если есть у вас в аптеке например энрофлокс или энрофлоксацин это там тоже самое действующее вещество что и здесь то есть и если у вас есть дозировка например маленькая в десяти миллилитровых флакончиках то берете ее и просто не переводите на ну то есть суммы на вот такие большие флаконы но вы видели я пропаиваю и большую птицу пропаивал и бролеров пропаивал олеговит тоже можно купить вот в таком флакончике вот толкокс стоит тоже наверно 40 гривен вот это недорого олеговит витаминчик подороже немножко от глистов препарат недорогой единол тоже недорогой глюкоза тоже недорогая можно купить не всю пачку одну ампулку это все по на ваше усмотрение вот этот препарат сейчас не могу сказать сколько он стоит йод однохлористый я его покупал в девятнадцатом году то есть как бы он в этом году срок годности к августу месяца ну вот я использовал его я живу дважды или трижды за это время так что вот так все ребятки пусть ваша птичка и ваши животные будут здоровы и ваши нервы целыми хорошего вам дня и хороших приветствую всем пока пока птичка